Все затарило. И у меня была вода. Я и ноги мыла, пол мыла. Дождевой водой мыли? Да, я дождевой. ЧП на скважине произошло в прошлую пятницу. В результате весь поселок остался без воды. Жители выходили из положения, как могли. Вода начала возвращаться в дома только в понедельник вечером, когда коммунальщики починили насос. Гарантии какие-то есть? Нет. Гарантии нет? Лежит водичка. Вот такой струечкой. Пожалуйста. И как должна работать посудомойка? Но даже такой напор, по мнению рабочих, роскошь. 30 лет назад, когда строилась заимка, люди на собственные деньги построили водонапорную башню. Но постепенно поселок начал разрастаться, и воды на всех стало не хватать. Только после 11 вечера, когда часть жителей засыпает, можно помыться, приготовить еду и полить огород. За десятилетия эксплуатации, рассказали жители, ремонт проводился только экстренный. Дефицит воды жители испытывают ежегодно. Воды систематически нет. Практически с середины мая и по конец, начало августа, сентября. Ну, как справляемся? Ну, своими силами. Я вот с работой воду вожу. Так же и детей моем. Канистры, фляги. В 2012 году башню взяли на баланс города, признав ее бесхозной. У людей появилась надежда, что проблема может решиться. Но изменения произошли только на бумаге. Эта проблема была, есть и она будет, потому что ее никто не хочет решать. Звонишь в администрацию научного городка – тишина. Никто трубку не берет, даже разговаривать не хотят. Но на наш звонок местные власти ответили и охотно рассказали, что сейчас на водозаборе в казенной заимке три резервуара общим объемом 240 кубических метров. Только этого недостаточно, чтобы дать воду всем жителям. Поэтому в планах построят еще один более крупный резервуар. По итогам конкурсных процедур определена подрядная организация на проектирование и строительство резервуара питьевой воды как раз на этом водозаборе объемом 500 кубических метров. При строительстве такого резервуара проблема нехватки питьевой воды, она, собственно говоря, будет решена. Разработать проект обещают в этом году, а в следующем построить. Правда, как выяснилось, жителям говорят об этом не первый год. И люди по-прежнему запасаются водой по ночам и боятся, что ждать обещанного им придется еще не один год. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости.